Расцвели незабудки в подъезде. Яркая цветочная феерия на лестничных площадках творения рук жителей дома. Три месяца долгими зимними вечерами вырезали, клеили, собирали. Делится идейный вдохновитель и основной исполнитель Нина Егорова. Подсолнухи, тюльпаны, хризантемы, васильки – все это бывшие полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки. Берем разные цвета пакетов. Белый, голубой пакет. Режем и вырезаем цветочки. И потом на эти бутылочки мы тоже разрезаем. И на эти бутылочки на основании мы вот эти цветочки делаем. Люди приходят, улыбаются, смеются и радуются. То, что у нас чистота и красота. Замечательные соседи и помощники материалы для рукоделия собирали всем подъездом. Теперь же это коллективная гордость. Участвовали, крышки давали, все давали. И мы очень рады, что у нас такая женщина живет. И у нас ухоженный двор благодаря ей. Настроение прекрасно у всех. Нина Егорова рассказывает, живет в этом доме больше 18 лет. Ремонта в подъезде за это время не видела. Решила, зачем ждать, если можно взять благоустройство в свои руки. Год назад со всех квартир собрали небольшую сумму денег. На эти средства купили краску, наняли рабочих. Несколько недель и подъезд как новенький. Управляющая компания провела ремонт коммуникаций. Жизнь в чистоте и красоте вдохновляет на новые свершения. Жители не дождутся теплой погоды, чтобы начать благоустраивать двор. Сейчас будет подбор мусора. Начнется рыхление снега. Потом уборка и посадка цветов, кустарников. Активность жителей нашего микрорайона большая. В цвету будут и газоны под окнами. Инициативные самарцы уже подготовили проект ландшафтного дизайна. А чтобы чистота во дворе не исчезала, здесь придумали правила. 20 минут на уборку от каждого жителя и весь год в уюте. Марина Матвеевшина, Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Марина Матвеевшина, Марина Кравцова, Алексей Золотенков.